сколько стоит на черном рынке донорские органы и чем рискуют пациенты покупая их по интернету за окном минусовая температура в квартирах многих казахстанцев до сих пор холодные батареи по чьей вине они остаются без тепла ответы на эти и другие вопросы в сегодняшнем выпуске программы народный контроль с вами камиль галиев здравствуйте по традиции непридуманные истории казахстанцев все больше казахстанцев готовы продать свои органы без стопроцентной гарантии об оплате при том что эта процедура уголовно наказуемая правда в интернете можно видеть множество объявлений заголовками продам почку или ищу донора мы убедились в этом лично подробности нашим следующим матерями астанчанину бахтияра жанайдарову всего 26 лет но пересадки органов он знает не меньше врачей что делать когда отказывают почки где искать донора и как выжить когда шансов практически нет ответы на эти вопросы он начал искать еще в детстве летние каникулы будучи школьником он проводил в пакистане китае и россии исключительно в поисках донора и китай ездил туда проверяться поза тогда у меня почка работала практически все просто проверяться на обследование уже после китая мне уже когда было 17 лет мне практически его почка отказались но потом папа начал искать донор чаще всего найти заветную почку помогает интернет расценки примерно одинаковые на черном рынке почку можно приобрести от 4 часть печени от 6 миллионов а сердце в разы дороже но в погоне за деньгами продавцы жизненно важных органов забывают остаться можно и без здоровья и без денег здравствуйте я ваше объявление увидела на сайте в интернете можно поинтересоваться что вы продаете сайт черный там написано там почка написано да у меня кровь 2 группа положительная а за сколько можно цену узнать 5 миллион а у вас документы есть подтверждающие что вы здоров такой нету у меня я не курил не пил даже и спортом занимается до сих пор сейчас а почему тогда продаете по почку да просто деньги нужно было в кредиты у меня а сейчас вы где находитесь в ламате при этом те кто готов поделиться почками и печенью смело оставляют личные данные электронные адреса и контакты и такие сайты далеко не отнодневки но есть и те кто в поисках новой жизни готов купить органы за рубежом но безопасность там никто не гарантирует пакистана поехали вот там сказали что там доноры практически там у них инфекция какая-то в общем нельзя делать на посольство сказал здесь нельзя делать потому что очень трудно здесь там только на группу определяете все антитела все эти ничего не определять и просто присаживать деньги забирать бахтияру повезло несмотря на все сложности он смог найти донора ради заветного органа обратился к врачам беларуси дождался своей очереди а после операции восстановления для него началась новая жизнь без тревог и опасений по его словам в беларуси трупное донорство развивается невероятно быстро ежегодно там проводят тысячи операций по пересадке нужны лишь средства а те кто не может себе это позволить вынуждены поддерживать свой организм проходя ежедневно сложные процедуры в этой клинике астаны наблюдаются и те кто поступил уже после операции на сегодня в городе астана на учете находится сто пятьдесят пять пациентов после трансплантации почки и эта цифра из года в год растет и так например 2014 году и по настоящее время ежегодно идет прирост данных пациентов в частности вот пятнадцатом году прибыла на учет после трансплантации 30 пациент пациентов шестнадцатом году 45 и сегодня на данный момент уже 20 пациентов вновь прибывших состоят на учете средний возраст пациентов 40 45 лет как говорят врачи чаще всего пациенты обращаются за квалифицированной помощью довольно поздно да и после пересадки органа не все соблюдают необходимые для восстановления процедуры однако главной проблемой для всех пациентов остается поиск донора сегодня нуждающихся в пересадке органов довольно много по данным директора республиканского центра трансплантации жахсалака доскалиева новую почку в стране ждут почти три тысячи казахстанцев немногим меньше печень 150 пациентов в ожидании пересадки сердца 50 ждут донора для трансплантации легких в 70 процентах случаев на помощь откликаются родственники реже друзья коллеги соседи а тем кто нашел доноров за границей на так называемом черном рынке медики гарантии на выздоровление тоже дать не могут к тому же констатирует процент трупной пересадки в казахстане невероятно мало ну и добавлю что после смерти человек может спасти как минимум 10 жизней нужно лишь согласие на донорство оставленное при жизни буквально вчера в северном казахстане мы забрали органы и вот один орган печени прилетела сюда в актюбинск сердце скажем почки оказались совместимы в астане две почки это в детство взрослые сердце тоже в астане поэтому вот так сейчас настоящее время идет забор органа городе кустана и там наступила смерть головного мозга у молодого человека и вот органы также после того как где совместимы туда не поставляется причем государство не смотрит на расходы ночью сан авиация привезла сюда это вы представляете себе какие средства тратится для того чтобы спасти жизнь жители казахстана но легальное донорство например трупные когда пересаживают органы человека после клинической смерти чаще обрастает скандалами этим летом страну потрясла история семьи из актюбе где после клинической смерти молодого человека врачи единогласно решили провести забор органов и спасти десятки жизней но никак не ожидали в ответ резкой критики и осуждение со стороны родственников и общества но если при жизни человек не отказался быть донором трансплантологи имеет полное право изъять органы существует же такое понятие как констатация смерти мозга когда органы другие функционируют но мозг погиб и этот человек уже в жизни не возродится вот и комиссия не один человек комиссия принимает решение причем в этой комиссии участвуют те люди которые не могут потом участвовать трансплантации это для того чтобы не было черного рынка то есть если я участвую в комиссии по изъятию органов то я не имею права участвовать комиссии по трансплантации до минус 10 падает температура воздухом ночью на улицах северного казахстана особо острого похолодания ощущает петропавловске зачастую на улицах теплее чем благоустроенных домах детских садах и школах хотя отопительный сезон в регионе официально начался еще 25 сентября причем все соцобъекты обещали подключить в первую очередь но от этого продрогшим петропавловцам теплее не становится по прогнозам синоптика в ближайшее время на севере страны будет еще холоднее паспорт готовности вы же нам подписывается значит больше совершенно верно мы подписываем паспорт готовность сейчас вот нам помогите отопления дать и аннулирую свою подпись отзову ее письменно пока чиновники решают вопрос с теплоснабжением столбик термометра в доме ребенка петропавловска не поднимается выше 18 градусов хотя по правилам в это время года должно быть не меньше двадцати пяти градусов тепла 35 малышей ходят в теплой одежде из-за ремонта теплотрассы давление в трубах нет приходится использовать обогреватели работают обогреватели днем и ночью у нас мы это в спальню ставим когда дети спят группы выносим потому что прохладно дети все одеты у нас нас и влажные у них подкашливают спать ложимся тоже в теплых пижамах носках спать ложимся первый год у нас такая проблема отопление дали но нет давления в трубах нам с говорили что сегодня должны дать уже отопление то есть мы ждали вот что сегодня с утра будет отопление в городском окемате ситуацию в доме ребенка объясняют заботы о системе отопления городские здания к теплу подключает поэтапно чтобы избежать гидро взрыва оттого давление в отопительной системе слабое в качестве решения дому ребенка чиновники советуют купить насос который тепловики обещают установить своими силами было рекомендовано руководству дома малютки поставить подкачивающий насос который стоит порядка 20 тысяч тенге и петропавловские тепловые сети за своими силами данный насос установит в течение там нескольких часов если сегодня этот насос будет приобретен тепловые сети установит этот насос и сегодняшнего дня отопление будет данном учреждении сказано сделано насос все-таки установили по словам главврача дома малютки здание постепенно прогревается но вот в школах города ситуация пока не изменилась в двух учебных заведений петропавловска нет отопления там где его дали температура в классах невысокая школах своими силами пытаются хоть как-то обогреться мы ходим в курках потому что холодно школе и ждем когда дойдет отопление все ходят в кофтах а кто болеет может курки и шапки мы берем перчатки и одеваем и пишем аккуратно у руководства школы свое объяснение к отопительному сезону говорит директор подготовились еще летом а подключение отложили из-за ремонта теплотрассы мы обходимся очень просто пока всеми с подручными средствами у нас есть эти вот масленичные батареи значит ветродуй вот эти вот тепловые эти вот вот мы помогаем как тут отопляем отапливаем вот этим обогреваем вернее классы вот так школьники с нетерпением ждут включения отопления а коммунальщики в свою очередь обещают завершить работы в течение недели на холод в квартирах жалуются и жители многоквартирных домов петропавловска всего к системе отопления подключили половину высоток на теплотрассах идут ремонтные работы коммунальщикам остается просить горожан набраться терпения в то время как жильцам замерзающих многоэтажек приходится согреваться надежды что обещания местных властей будут выполнены в срок монополист объясняет сложившуюся ситуацию перегруженностью на одних участках тепломагистрали и ремонтом других говорят делают все возможное для решения этой проблемы где-то даже перевыполняя план мы капитальный ремонт выполнили сто процентов полностью реконструкцию по объектам немножко задержим ну и задержим потому что нам поздно финансирование прошло 12 июля только первые деньги поступили поэтому вот срок например вот первой магистрали срок выполнения по экспертизе вот семь месяцев а мы его за два с половиной месяца делаем где-то около шести объектов значит с пониженными параметрами но есть тепло но чуть-чуть не то не те параметры какие надо потому что по по ободым сетям подаем тепло но ближайшее время значит вопрос решится числа 10 вот это вторая маги первая магистраль в том что тепла нет виноваты не только коммунальные службы но и сами казахстанцы я бы сказал должники на на сегодня общая задолженность перед энергопредприятиями просто немыслимое более 10 миллиардов тенге списка лидирует алматы и южно казахстанская область долг каждой почти 3 миллиарда тенге в свою очередь энергетики задолжали свыше полутора миллиарда за газ специально созданная комиссия при городском окемате октубе поможет решить вопрос передачи кладбищ в частные руки мы уже рассказывали как в городе и близлежащих поселках разгорелся скандал погосты превратили в кормушку для бизнесменов считают жители пригородного поселка ура или по их словам хоронить усопших стали в четыре раза дороже за готовые могилы вынуждены отдавать от 100 тысяч тенге и выше так вот по решению комиссии собственник пересмотрит договоры и составит новый с учетом мнений всех сторон первое заседание прошло в нашумевшем поселке кура или на встрече с осторожилами владельцы кладбищ заявили что готовы на компромисс предлагает различные варианты решения конфликта хотим ознакомиться с договором хотим этот договор показать юристам они нарушили право населения когда акимат принимал решение о передаче в доверительное управление земли общего пользования на которых находится кладбище без согласования совета марсакалов или с общественностью как этого требует законы мне же остается напомнить если вам есть что рассказать мы ждем ваше видео на мобильный мессенджер по номеру семьсот семьдесят семь восемьсот девяносто шестьдесят шесть девяносто пишите также на электронный адрес либо социальных сетях обращайтесь поможет с вами была команда народного контроля увидимся как обычно на телеканале хабар берегите себя и все кто вам дорого до свидания и и Субтитры подогнал «Симон»!